Решение этих вопросов, правильно, было бы их взять на контроль и на самом деле реализовать этот проект эффективно. Согласно обращаемой площадке, вертолетной, круглосуточной, отопление и ангары, вот в этом случае можно будет говорить о том, что вы участвуете в реализации программы санитарной авиации. А сейчас какая санитарная авиация? Вы единственное, как это место, куда можно поставить вертолет и понимать, что он под охраной находится. С одной стороны, я с вами согласен, но предвосхищая ваш этот момент, я скажу, что с 1 января 2019 года аэродром допущен до круглосуточных полетов, установлено средотехническое оборудование на основную полосу, поэтому, несмотря на то, что у нас пока, да, действительно нет ангара, мы не можем согревать воздушные суда, нам требуется время для разогрева и поднятия антарых, вот, да, это у нас пока минус. Вы, кстати, не стесняйте об этом говорить, потому что вот эта наша стеснительность, она приводит к тому, что здание единственное, которое здесь сохранено на протяжении 50-60 лет, как вот оно стоит, и хорошо, если только линозом меняется, а больше ничем не перерастает. И, скорее всего, даже это здание поставили возмен на ранее того, что здесь учился летать Гагатин. Если в 61-м он полетел, в 64-м его поставили, это здание построили, значит, ждали, что заедет. Планировали. Вот об этом. Поэтому давайте поговорим о проблемах. Я не случайно говорю, район сказал о том, что не нужно здесь. Единственное, у нас такое учебное заведение для инстудентов, для молодежи, для курсантов притеснять, тем более, когда речь идет о том, что вот эти вот земли понравились вокруг, и хочется их застрадить. Очень правильно. Поэтому мы должны, первое, вам обеспечить статус, статус охранной зоны, статус вообще объекта историко-культурного наследия, причем уже профессионалов, пускай определяется, какой будет статус. Региональный, федеральный, местный. Но в любом случае такой статус должен быть. Потому что первый космонавт мира здесь учился летать. Здесь у нас с вами, знаете, в отличие от многих изданий, которые сами при себе, допустим, представляют историческую ценность, архитубы. Но здесь есть то, что сприкасалось. И когда обучился Гагарин летать, он здесь бывал. И, конечно, для нас это крайне важно для истории. И тем более мы должны все сохранить. Потому что это все имеет отношение к его подвигу, к освоению космоса. Наша задача сделать так, чтобы то, что связано с ним, охранялось государством. То, что необходимо вам для развития, мы бы могли здесь реконструировать. И, если необходимо, построить дополнительно те же ангары и новые возможности, которые вам позволят развиваться. Ну и, конечно, Валерий Васильевич, правильно было бы программу допустить областную. Таким вопросом, чтобы она помогала. В том числе тому, о чем я говорю, мы будем своей стране помогать, чтобы область помогала.